добрый день уважаемые друзья всех всем привет сегодня весьма интересная и нужна тема название причины заболевания пчел и маток назематозом некоторые считают что профилактику нежелательно делать и не делает и поэтому каждый год покупают пчел но лучше не пожалеть денег на лекарства и знать причины и потом делать профилактику некоторые заболевания надо делать профилактику подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии спасибо нравится не нравится там есть колокольчик следующее видео будет весьма интересная потому что если вы хотите быть хорошим пчеловодом вы обязательно должны знать что нужно делать по весне и так эту статью написал доктор берман научный сотрудник института пчеловодства гдр журнале 1963 года номер 11 послушаем пожалуйста выслушайте очень внимательно эта статья потому что это заболевание назематоз понос и некоторые говорят мед плохой или еще что то откуда он получается этот возбудитель сейчас мы прочитаем среди возбудителей болезни особое место занимает возбудитель назематоза так как он ежегодно наносит существенный ущерб пчеловодству во многих странах земного шара то есть он распространен во всех странах мира это одноклеточный спорообразующий организм он паразитирует главным образом средней кишке необходимо отметить что занос паразита вули не всегда вызывает заболевание которое получает в семье пчел массовое распространение то есть приобретает характер эпизоотии возбудитель назематоза очевидно только тогда сможет придать болезни без эпизоотические течения если в семье имеются условия благоприятные для его развития распространения то есть подивы мед или длительная зима или пчелы недостаточно подготовились к зиме и то есть недостаточно витаминов было недостаточно пыльцы было основное условие для развития паразита состоит недостаточно сопротивляемости пчел то есть иммунитет нарушен которая вызывается неполноценным питанием как я уже сказал особую роль в этом играет белок получаемый пчелами из пыльцы если в конце лета пчелы имеют в своем распоряжении мало пыльцы они не могут накопить теле достаточное количество резервных питательных веществ форме жиробелковых запасов следствием этого является легкая поражаемость пчел возбудителем назематоза ну в скобках поноса после заражения пчелы одноклеточный паразит размножается в ее кишечнике и вызывает различные нарушения жизнедеятельности насекомого следствие этого создаются новые предпосылки для снижения сопротивляемости организма пчелы дальнейшему влиянию возбудителя назематоза а также возбудителей других заболеваний отмечаю что возбуждая если часть семья поразилась однозематозом то и другие заболевания как говорится пришла беда оттворяю ворота за ней еще семь бед возникает как бы замкнутый круг в результате болезни гибнут многие отдельные пчелы даже целые семьи при незначительно скоро проходящем заболевании семьи возбудитель назематоза поражают только отдельных пчел семья сама освобождается от паразита если молодым челам удается избежать заражения у рабочих пчел возбудитель прежде всего поражает эпителий задних отделов средней кишки если же паразит попадает в организм матки то через три пять дней после заражения он распространяется в передних отделах средней кишки в большой степени большей степени чем у рабочих пчел то есть хочу отметить друзья что если назематозом заболела семья то матка сильно поражается еще больше чем пчелы уже через несколько дней у маток происходит разрушение отдельных участков эпителий средней кишки рабочие пчел обычно оказывает сильное оказывается сильно пораженной болезнью на 8 мой 12 день после введения заразного начала вулей вследствие этого нарушается процессы переваривания и усвоения корма ну если нарушился процесс переваривания и усвоения корма тогда идет понос клетки средней кишки у больных пчел не могут нормально функционировать так как они больше или меньшей степени деформированы или иногда совсем отсутствуют нередко такие клетки переполнены спорами но земы выпадают в полость кишки но не только клетки и петели средней кишки поражаются паразитами им поражаются также маленькие пигиевые сосуды выполняющие главным образом функцию органов выделения то есть те сосуды которые выделяют это как раз все это вся та система которая ну как говорится должна перерабатывать пищу она не может перерабатывать и в эти сосуды иногда также проникают возбудительные зиматозы поражают эти клетки главным образом вблизи впадения мальгевых сосудов полость кишечника особенно сильно поражаются мальгевые сосуды у маток еще раз заостряю внимание матки особенно сильно страдают поэтому если есть возможность пораженных семьях заменить маток то желательно заменить пока еще точно не установлено сколько далеко могут проникать паразиты по-видимому функциональной способности этих клеток сосудов при заражении снижается так же как это происходит со средней кишкой при поражении и так друзья еще продолжаем читать написано так не только нарушение кишечника свидетельствует расстройстве перчеварительных функций средней кишки усвенение питательных веществ средней кишки и поступление их через клетки кишечника в кровь и или гемолифму а оттуда в отдельные органы больных чел не могут протекать таким же образом как у здоровых так как воспринимающих орган средняя кишка повреждена паразитами естественно весь организм страдает на это указывают нам также так называемые косвенные нарушения то есть не непосредственные признаки заболевания которые у рабочих пчел и маток известны как побочные явления сопутствующие поражение их назематоза у рабочих пчел например эти побочные явления выражаться недостаточном развитии кормовых желез то есть обратите внимание семья зараженная назематозом поносом а то есть она плохо развивается и кормовые железы не выделяют достаточно молочка семья очень медленно развивается практически вы теряете медосбор вследствие этого больных назематозом семьях нормально выращивание молодого расплода ставится под сомнение это первое кроме того восковые железы и так называемые попилы ректальные желез находящиеся в задней кишке также обнаруживают изменения характерные при поражении назематоза то есть такие семьи как некоторые пчеловоды замечают в своей жизни и практике часто одна семья хорошо оттягивает ващину соты струют а другая слабенькая ну не тянет не хочет ничего как вы с ней не возите так она и плохо тянет оказывается это влияет на восковые железы это изменения могут возникать из-за недостаточного освоения питательных веществ при назематозе естественно то есть не хватает питательных веществ для организма чтобы выделять восковые железы плохо работает далее потому что пищеварительные ферменты при поражении кишечника паразитами также выделяется недостаточном количестве ума так косвенное нарушение обнаружится в недостаточном развитии яичников отдельные яйцевые трубочки оказываются частично закупоренными число яйцевых трубочек также меньше чем у здоровых маток редукции сокращения деятельности яичника указывает на то что у маток нарушен обмен веществ и прежде всего белковый обмен могу добавить от себя что в таких случаях часто производится постоянная замена тихая смена маток пчелы усматривают что матка больная яичники больные и стараются заменить матку раз заменять второй раз третий раз желательно при таких случаях не выписать другую матку потому что больное семейство не может восстановиться зараженные пчелы постоянно дают зараженное воспитание причину этих побочных болезней явление у пчел также следует искать нарушение общего обмена веществ при этом оказывается порожденный весь организм пчелы это приводит к ослаблению насекомого заболевавшие заболевшие назематозом пчелы стареют быстрее чем здоровы и вскоре умирает обычно рабочие пчелы особенно первые 10-14 дней поедают много пыльцы позднее кишечниках рабочих пчел свежесъеденную пыльцу находят лишь изредка и так до сего места друзья хочу отметить что есть лекарства я уже отмечал эту систему значит из какие сделаем выводы первое нарушается развитие семьи надо делать профилактическое лечение журналы к в каталогах во всех мира во всех каталог мира и здесь в америке также имеется вот такое вот лекарство называется фумагелин би он коричневых баночках продается и тут написано что его нужно употреблять осенью и весной и когда вы покупаете пчелиные пакеты то есть когда вас пчелы куплены как рой без рамок с маткой и вы заселяете обязательно нужно дать профилактическое лечение так сказать ранее весной и поздней осенью когда вы подготавливаете к зиме чтобы уничтожить этих товарищей паразитов вот коричневая баночка видите она бывает разных размеров обязательно коричневая темная потому что это фумагелин би называется он это самое сохраняется при коре в только коричневых баночках имеется россыпью вот добавляют его сахарную пуду рассыпают по рамочкам сверху пожалуйста не поленитесь произвести профилактическое лечение иначе во всех семьях у вас будет как говорится заражение и будете иметь проблему как от гнильца профилактическое лечение надо делать так и от на зима то за или по-русски говорят понос до встречи подписывай ставьте лайки удачи вам